Доброе время суток, товарищи! Данный урок будет посвящен дистанционному управлению камерами и турелями от первого лица. Поехали! В Source Engine существует два типа камер. Point Camera, передающая изображение на монитор внутри игры, и Point View Control, проецирующий картинку напрямую на экран игрока. Сначала мы обратим внимание на первую сущность, а именно реализуем с помощью клавиатуры дистанционное перемещение и вращение камер. Перемещение камеры. Первостепенная задача – создать фанк-монитор с нужной вам текстурой экрана. Указать в свойствах сущности, на какую камеру будет ссылаться монитор. У каждого из экранов нужно будет построить по кнопке «Funk Button», которая будет запускать и прерывать процесс управления камерами. Теперь о том, что же будет движущей силой. Если речь идет о перемещении, то хорошо подойдут брашевые сущности – фанк-мувлинир, каждый из которых отвечает за свой вектор движения. Один будет поднимать и опускать камеру, другой, в свою очередь, уводить ее в стороны. Обратите внимание вот на что. Начальная позиция каждой из платформ должна быть по центру, между нулем и единицей. То есть, если общая дистанция равна 128 юнитам, то при центрировании начальной точки мы получим движение в обе стороны, равное 64 юнитам. Следует отметить, что одна из платформ соединена с другой с помощью Parent. Point Camera также будет закреплена за одной из платформ. Осталось лишь добавить еще одну сущность, которая будет отслеживать нажатие клавиш в игре и запускать движение. Это Game UI – Outputs. Нажимая клавишу ходьбы назад, мы будем опускать платформу. Укажем, с какой скоростью. Это важно, потому как при отжатии кнопки, чтобы платформа остановилась, требуется дополнительно указать ее скорость, равную нулю, ибо команда Stop для этой сущности не предусмотрена. То же самое нужно проделать и с остальными направлениями. В принципе, все одинаково. Да, заметьте, что есть еще одна Outputs команда. Когда мы будем выключать отслеживание клавиш, нужно будет также разблокировать вот эту кнопку. Если посмотреть во флажки, то там есть два очень важных пункта. Заморозить движение игрока во время работы сущности и отключать ее при нажатии клавиши действия. Если кнопку вообще не блокировать, то мы не сможем прервать управление камерой адекватно, если вы будете вращать камеры игрока в игре. Ну, а теперь к Outputs самой кнопки. Нужно включить GameUI и указать отслеживание нажатия того, кто активировал кнопку. Дальше нужно заблокировать кнопку, пока мы управляем конструкцией. Теперь камеры. Разумеется, включить первую и выключить вторую, так как в Source Engine на мониторах проецируется изображение только с одной камеры одновременно. При нажатии на уже заблокированную кнопку, то есть когда мы уже получили доступ к управлению, GameUI будет отключен, и тем самым будет разорвано управление платформами, и игрок сможет двигаться. Вот и все. Конечно, можно будет улучшить некоторые аспекты управления. Например, чтобы платформы останавливались, если во время движения попытаться прервать-деактивировать GameUI. Но было решено не перегружать вас большим количеством Outputs. Вращение камерой с помощью клавиш. Принцип работы сей конструкции практически точно такой же, как и у предыдущей. Разница лишь в том, что вместо движений здесь вращения, которые производятся с помощью сущностей Momentary Road Button. Даже настройки у них похожи на предшественника, только во флажках нужно указать одному из кубов правильную ось вращения. Внутри GameUI тоже очень похожие Outputs, только вместо Open и Close, Position 1 и Position 0. Скорость вращения не нужно указывать каждый раз. Можно просто остановить движение с помощью команды Lock, когда клиент отпускает клавишу перемещения. Собственно, на этом всё. Принцип работы здесь очень напоминает работу танковой башни, которая вращается и может поднимать и опускать ствол. Дистанционное управление боевой турелью. Вот мы добрались и до самой сложной части урока. Рассмотрим всю иерархию конструкции. Помимо очевидной фанк-баттон, мы взяли Point View Control, который будет передавать изображение напрямую на экран игрока. Во флажках только вот этот нужен, чтобы камера сама по себе не отключалась без нашей команды. Дальше уже идёт новая сущность для этого видео, Logic Measure Movement. С её помощью можно отслеживать движения или вращения игрока, и повторять их на стороннем объекте, то есть на камере. В этой графе не указано имя клиента, но оно будет позже наозначено с помощью фанк-баттон. Идём дальше. Envy Screen Overlay. Данная сущность умеет проецировать оверлей поверх картинки на вашем экране. Нужно только добавить путь и имя нужной вам текстуры. Ничего сложного. Дальше. А вот тут интересное. В качестве огневой турели вы можете использовать целых две разных сущности. Либо для Garry's Mod – фанк-танк, либо для Counter-Strike Envy Gunfire. Работают они почти одинаково. Для обеих сущностей нужна некая цель. Куда будет стрелять турель? В нашем случае это инфо-таргет, который размещается подле турели и с помощью parent закрепляется за ней, чтобы во время вращений наш фанк-танк не терял из поля зрения свою цель и всегда стрелял вперёд. Если вы хотите вести прицельную стрельбу, то можно добавить сущность Envy Zoom, указать время, зуммирование и его степень. Всё. Ну и конечно же, для управления всей конструкцией нужен Game UI. Но прежде чем посмотреть его аутпадс, сначала лучше заглянуть в фанк-баттан. Кнопка по традиции сама себя блокирует, затем дарит активатору, нашему игроку, особенное имя, например, визор. Включаем камеру и оверлей. После чего очень важно выждать маленький интервал, хотя бы одну десятую секунды и назначить для Logic Measure Movement имя объекта, вращения которого будут отслеживаться, то есть нашего визор. И также включить Game UI тоже через одну десятую секунды. Всё. Теперь, когда кнопка будет заблокирована, то есть управление передано игроку, если он по этой кнопке ещё раз нажмёт, то кнопка будет разблокирована, игрок лишится имени, оверлей будет выключен, как и камера, как и Game UI. Всё довольно несложно. Ну и наконец, взглянем в аутпадс Game UI. Когда игрок нажмёт кнопку атаки, фанк-танк начнёт стрельбу по отмеченной цели. В случае нажатия правой кнопки мыши мы увеличим фокус изображения. Ну и в случае отжатия кнопок, танк прекратит стрельбу, а зум вернётся на своё исходное положение. Выше указанные команды были просто скопированы из фанк-баттон. Только вместо onUseLogged используется плеер-off. Это нужно для синхронизации отключения от управления камерой, на случай, если игрок не будет смотреть на фанк-баттон во время нажатия клавиши действия E. На этом наш урок подошёл к своему завершению. Если вы наш платный подписчик на Бусти, то сможете без проблемы проволочек забрать в имея в проект карты и изучить, переделать его как душе угодно. Остальных призываем подписаться на наш канал, паблик ВКонтакте и Дискорд. Всё. Удачи, томодачи!